По последним данным, китайские власти принудили ульгуров Восточного Туркестана принять участие в праздновании 70-летия Китайской Народной Республики. Освобожденные артисты и деятели искусства Урумчи, Кашгара, Хатана и Кульджи пели и танцевали под китайскую музыку. В свою очередь ансамбль Мукам исполнил ульгурские народные произведения на китайском языке. Выступивший по случаю 70-летия оккупации Восточного Туркестана, глава Федерации Балканских Тюрков Средиземноморья Мукремин Дуйгун осудил беспредел китайских властей в Восточном Туркестане и заявил, что будет всячески поддерживать ульгуров. Со дня основания Коммунистической партии Китая коммунисты уничтожили 35 миллионов тюрков. К сожалению, устроенный коммунистами геноцид остается без внимания мирового сообщества. Несмотря на заявления нашей страны и других тюркоязычных государств, положение Восточного Туркестана не изменилось. Напротив, давление властей возросло в разы, заявил Мукремин Дуйгун. Индия попала под удар муссонов. В результате проливных дождей, усилившихся в конце сентября, с пострадавшей от селя индийской провинции Бихар погибло по меньшей мере 73 человек. Падение скота и большого количества домашних животных привело к проблемам с санитарией. Из провинции эвакуировано 10 тысяч человек. Пресс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций провинции Пратья Амрит сделал следующее заявление. Пункты помощи установлены в центре провинции и других регионах, пострадавших от паводков. Работы по устранению последствий селя продолжаются. В результате стрельбы полицейских по демонстрантам в Гонконге, иностранный журналист лишился одного глаза. Известно, что полиция открыла огонь, несмотря на то, что журналист представился и просил не стрелять. Полицейские, стрелявшие по индонезийскому журналисту, записывающему демонстрации на видеокамеру, применили пластиковые пули. Адвокаты пострадавшего заявили, что пуля поразила глаз мужчины, несмотря на защитные очки. Оценив совместные работы США и Турции, направленные на строительство безопасной зоны на севере Сирии, пресс-секретарь Еврокомиссии Карлос Мартин заявил, что дипломатические переговоры Турции и США имеют большое значение для успешного завершения проекта. Мы понимаем обеспокоенность Турции, пытающейся обеспечить безопасность на турецко-сирийской границе. Однако критически важно не допустить разгорания очередного военного конфликта на севере Сирии и переселения мирных граждан, сказал Карлос Мартин, завершая свое выступление. В голландском городе Харлем прошел антикитайский митинг. Акция, организованная Голландским фондом Восточного Туркестана, прошла у железнодорожного вокзала города. Во время акции был зачитан доклад о положении уйгурского региона. Участники акции раздали местному населению брошюры о беспределе китайских властей и призвали Пекин закрыть лагеря перевоспитания, отменить религиозные ограничения, а также призвали Европу оказать давление на Китай и добиться прекращения нарушения прав человека в Восточном Туркестане. Субтитры создавал DimaTorzok